Послание Павла к Галатам Однако весть христианства предназначалась для всего человечества, и потому оно начало быстро распространяться за пределами Израиля. Ко времени, когда Павел стал миссионером, среди последователей Христа было столько же христиан из неевреев, сколько и из евреев. Это обстоятельство вызвало много споров, о которых нам уже известно из 15 главы книги Деяний. Исторический народ Завета состоял из одной этнической группы Израиля, который был отделен от других народов практиками, предписанными законом, такими как обрезание, употребление в пищу только кошерной еды и соблюдение субботы. Поэтому многие христиане из евреев были убеждены, что для того, чтобы язычники стали частью Божьей общины, они должны исполнять все требования закона. Некоторые из этих иудеохристиан осели в галатийских церквах. Они ставили под сомнение указания Павла и требовали, чтобы все верующие мужчины из язычников сделали обрезание. Многие из тех так и делали. И когда Павел узнал обо всем этом, он чрезвычайно расстроился и рассердился, и в конце концов написал это послание. Сначала он представляет перед галатами обзор евангельской вести о распятом Мессии. Далее он доказывает, что такое благовестие созидает новую многонациональную общину Иисуса и Авраама, и затем показывает, как эта благая весть по-настоящему преображает людей присутствием и силой Духа Святого. В начале письма он выражает полное недоумение по поводу того, что галаты приняли другую благую весть. Ту, что продвигали те христиане, которые старались очернить Павла и требовали, чтобы язычники делали обрезание. Поэтому Павел прежде всего защищает истинность проповедуемой им вести, а также свой авторитет как апостола. Он принял поручение от самого воскресшего Иисуса нести вверенное ему служение среди язычников. Если помните, эта история описана в книге Деяний. Павел говорит, что только спустя некоторое время он пошел в Иерусалим советоваться с другими апостолами, в частности с Петром и Иаковом. И когда он сказал им, что не требует от христиан из неевреев обрезываться или есть только кошерную пищу, они его полностью поддержали. Но тем не менее споры по этому вопросу продолжались. Петр отправился в Антиохию посетить местных верующих из язычников. Он ел и тесно с ними общался. Но когда некоторые из представителей оппозиционного крыла Иерусалимской церкви тоже пришли в Антиохию, Петр прогнулся под их давлением. Он прекратил есть вместе с необрезанными христианами и стал их сторониться. Поэтому Павел высказал Петру все, что он думает по этому поводу, и обвинил его в лицемерии и неверности Евангелию. Требования обрезываться и исполнять повеления закона, предъявляемые к уверовавшим язычникам, по убеждению Павла, были неправильны со всех точек зрения. Во-первых, это не что иное, как предательство Евангелия. Ведь, как он сам говорил, люди оправдываются не делами закона, но верой в Иисуса Мессию. И мы имеем веру в Мессию Иисуса. Быть оправданным в буквальном смысле означает быть объявленным праведным. Для Павла это ветхозаветное слово несет в себе богатую смысловую нагрузку. Оно означает, что Бог объявляет кого-либо, находящимся в правильных отношениях с ним. Что такие люди прощены, им даровано место в Божьей общине, и благодать Божья преображает их. По убеждению Павла, никто не может оправдаться исполнением заповедей закона. Оправдаться возможно только верой Иисуса. Вера Иисуса – это емкое выражение, и его можно отнести к верности самого Иисуса в том, как он прожил свою жизнь и умер вместо нас. Или к нашему упованию и преданности Иисусу. И в одном и в другом случае идея ясна. Люди могут оправдаться только упованием на то, что Бог совершил для них через Иисуса, а не благодаря тому, что они делают сами для себя. Суть Благой Вести, которую проповедовал Павел, сводится к следующему. Если люди уповают на Мессию Иисуса, тогда то, что относится к Иисусу, становится справедливым и по отношению к ним. И тогда его жизнь, смерть и воскресение становятся их достоянием. Павел это выразил так. «Я был распят со Христом. Я не возвратился к жизни, но Христос, живущий во мне. И сейчас я живу верой в Сына Божьего, который возлюбил меня и отдал свою жизнь за меня». И поэтому, если кто-либо может сказать, что находится в должных отношениях с Богом и является частью общины Завета Иисуса, то это не потому, что он исполнил заповеди закона, а потому что Иисус сделал для него то, что он никогда не смог бы сделать сам. Такое глубокое понимание того, что совершил Иисус, имеет огромное значение в вопросе того, кто может стать частью Божьей общины Завета и что значит жить в ней. Для начала Павел вспоминает историю Авраама из книги Бытия. Он говорит о том, что Авраам был оправдан или назван праведным перед Богом только по причине своей веры. Он поверил Божьему обещанию о том, что однажды все народы благодаря ему и его семени обретут благословение Божье. Цель Бога всегда сводилась к тому, чтобы его одна большая многонациональная община строила свои отношения с ним на основании веры, а не заповеди закона. Однако в этой связи возникает важный вопрос. Почему в таком случае Бог учредил для Израиля закон? И здесь Павел предлагает очень краткое и сжатое объяснение того, что позже он изложит в своем послании к римлянам. Он отмечает, что заповеди закона были даны Израилю на горе Синай гораздо позже обетования, данного Богом Аврааму. Он утверждает, что если читать закон внимательно, то вы заметите, что Бог всегда подразумевал, что закон будет временной мерой. Павел утверждает, что закон всегда играл и позитивную, и негативную роль. Негативную, потому что закон был сродни увеличительному стеклу, указывающему Израилю на его грех. Он открыто демонстрировал, что Израиль, как и все остальное человечество, имел грешную природу, постоянно восстающую против закона Божьего. Поэтому закон, сам по себе благой, в конце концов объявил Израиль, как и все человечество, виновным. По словам Павла, закон заключил всех под власть греха. Однако закон выполняет также позитивную роль. Роль строгого школьного учителя, следящего за дисциплиной в Израиле до тех пор, пока не явится Мессия, обещанный потомок Авраама. Когда же пришел Мессия, он исполнил от имени Израиля предназначение закона. Иисус был верным израилетянином, истинно любящим Бога и ближнего. Как царь Израиля, он умер для того, чтобы взять на себя проклятие и все последствия полной несостоятельности Израиля и принести народу избавление. И теперь в Иисусе, в семени Авраама, Божье благословение стало доступным для всех людей, независимо от их этнической принадлежности, социального статуса или пола. Для Павла требование, чтобы христиане не евреи исполняли закон, не имело смысла. Это можно было расценить, как если бы Иисус не исполнил Божьего обетования или не искупил наши грехи. Подобное требование отрицает новую свободу, явленную нам в Иисусе, а также и дар Духа Святого. Кроме того, оно ограничивает Божье обетование и благословение рамками одной этнической группы. Однако оппоненты Павла могут возразить, заповеди закона представляют собой проверенное руководство, как жить согласно воле Божьей, как христианам из неевреев этому научиться. Отвечая на это, в главах 5 и 6 Павел описывает, как преобразующее присутствие Иисуса через Духа Святого служит ключевым компонентом решения этой задачи. Заповеди закона благи и мудры, говорит Павел. По сути, их можно обобщить, как это и сделал Иисус, в одно повеление – любить ближнего, как самого себя. Однако, как бы ни были благи заповеди, они не обеспечивали Израиль силой исполнять его. Благая же весть заключается в том, что Иисус все-таки исполнил закон от нашего имени, и теперь он живет в нас своим духом, созидая из своего народа новых людей, которые будут любить ближних, и тем самым исполнят закон. Продолжая мысль, Павел противопоставляет ветхое и новое человечество. Привычки ветхого человека вполне очевидны. Они демонстрируют унижающее человека поведение, разрушают отношения и целое сообщество людей. Наряду с тем, что заповеди закона запрещали такое поведение, Иисус в сущности умертвил его на кресте. Поэтому, когда человек уповает на Иисуса и живет под водительством Духа, жизнь Иисуса становится достоянием этого человека, и он может, как выражается Павел, приносить плоды Духа. Такой образ жизни Иисуса он хотел бы воспроизвести в своей общине, чтобы ее члены стали людьми, излучающими любовь, радость, мир, терпение, доброту, великодушие, верность, кротость и воздержание. Но эти плоды не появляются автоматически. Павел утверждает, что для того, чтобы их вырастить, требуется культивация, такая же, какая необходима при выращивании обычного растения. Другими словами, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. А для этого требуется целенаправленный труд. Нам нужно учиться, как избавляться от старых привычек и культивировать новые. В процессе, по мере того, как Иисус меняет наш ум и сердце и созидает из нас новый народ, который будет любить Бога и ближних, мы обнаруживаем, что Дух Святой действует в нас. И таким образом, последователи Иисуса исполняют то, что Павел назвал законом Христа. В конце концов, говорит в заключении Павел, предъявляемые для христиан требования исполнять заповеди закона или совершать обрезание, можно назвать авантюрой, в ходе которой теряется смысл того, что на самом деле важно в новом творении Бога, этой новой многонациональной общины Христовой. Люди, живущие верой в Иисуса, которые учатся любить Бога и ближних силой Духа. Именно об этом и повествует послание Павла к Галатам.